Поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны из-за трудностей с ее освоением, но это я уже говорил, это глава британского Минобороны Уоллес заявил, да, помните, говорили мы, что будут трудности в связи, но не с этим, не с освоением этой техники, а с тем, что давят на определенные люди, говорят, хорошо, в Украину не надо больше ничего поставлять, Пусть еще есть, вот с тем и воюем, да, почему, потому что им нужна вечная война, вечная война, чтобы славяне убивали друг друга и все нормально, классно было, вот, страны НАТО не хотят передавать нам танки и самолеты, потому что боятся России, заявил Зеленский, никто России не боится, Зеленский говорит то, что он должен, он же не может сказать, что они не дают танки и самолеты, и не закрывают воздушные пространства Украины для того, чтобы выполнить свои обязательства перед Путиным, он не может это сказать, но он-то это знает. Все думали, что Путин захватит в один-два дня всю Украину, и на это и рассчитывают, то есть, вот, Кулеба, этот министр, он же правильно говорит, что разговаривает там с западными лидерами, они сказали, через 48 часов все кончится, мир станет другим, ну, мир другим стал, конечно, но ничего не кончилось, все только начинается, И поэтому у них концепция такая прежняя осталась, что Путину как-то помочь там сделать, он хочет в Киеве парад на 9 марта, ну, пусть сделает, но украинский народ мешает ему это сделать. Украинский народ оказался очень сильным, оказался очень волевым. Австралийский парламент отказал президента Украины в обращении к депутатам, ну, мы говорили, что Австралия, ой, Австралия, Австрия, извините, Австралийский, какой Австралийский? Австрийский парламент, конечно. В то, Австрия очень здорово, и вот газета Financial Times пишет о том, что Австрия с Путиным прям не разлей вода, решают все вопросы, и что, ну, мы помним, что англичане секретные материалы перестали передавать австрийским спецслужбам еще несколько лет назад, считая, что все спецслужбы Австрии работают на Путина. 50% французов верят хотя бы одному из русских, из российских аргументов по поводу операции на Украине, да, мы это видим. Вот, и президент Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского лидера Путина, который допустил Байдена. Ну, что я могу сказать Макрону? Он гладит бешеную собаку, это безумие, ни в коем случае этого делать нельзя. Путин – это бешеная собака, таких только отстреливают, все, вариантов других нет. Танцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки миротворцев НАТО в Украину и закрытия неба над страной. Шольц очень, конечно, ревниво относится, он понимает, что Польша, если сейчас подправит туда миротворцев, а именно это хочет сделать Польша и Венгрия, да, то она потом просто не уйдет. То есть Львов и та южная часть, которая венграм достанется, так и останется уже не украинской. Он это прекрасно понимает, поэтому там еще и внутренние разногласия. Германии это совсем не хочется, а еще больше Германии не хочется, чтобы Калининградская область Польша отжала. Поэтому жесть, конечно, посмотрим, что из этого будет, но ничего хорошего. Что происходит вот сейчас, когда мне, особенно с Украиной, много пишут, ты зачем врешь там так-так? Вначале, что война будет, я говорил, они говорят, что вру, потом, что Запад их сдал, они говорят, что вру и так-так. Ну вы же живете на территории Украины. Вы же знаете, чья это территория? Территория Советского Союза, такая же, как Россия и все остальные. 30 лет назад начали делить территорию Советского Союза. Ну вы остались в Украине, мы в России, кто-то в Грузии. Ну вы что думаете, на этом кончилось, что делешь? Вы думаете, вот разделили 30 лет назад, и все на этом закончилось? Ничего, это только начало было 30 лет назад. А сейчас продолжение. Вы на полном серьезе думаете, что вот эти, кто делил 30 лет назад Россию, Украину и так далее, Казахстан, они сейчас спят и видят, чтобы Украина была суверенной, что ли? Им это нужно. Вопрос, зачем? Чтоб деньги вам давать? Ну вам все время надо давать какие-то деньги. А зачем? Путину надо деньги давать? Нет. Он сам дает. Или там Сыдзенпину надо деньги давать. Ведется очень серьезная игра. И не обольщайтесь. И не надо никому верить. Смотрите по делам, а не по словам. Смотрите, кому что выгодно. И всегда понимайте, что вся политика иррациональна. Что бы вам кто ни говорил про рациональность политики и про логику ее, она иррациональна. И в политике самый верх занимают такие, как Путин. Тупые, злые, козлы. Ну, знает Калининградская область кому этих нищебродок. Почему нищебродок? Калининградская область достаточно богатая. Во-первых, она центровая. Она лежит таким образом географически, что если она будет интегрирована в Евросоюз, это очень неудобно. Это хороший путь, это хорошая территория для взаимодействия. Там есть янтарь на огромные суммы, которые используются сейчас, будет еще больше использоваться в тех, кто разрабатывает различные технологии. Не стану подсказом, но это как бы продукция будущего янтаря. Сейчас возьмем там взрывчатку делать, да, ну и там украшения. На самом деле это нечто более серьезное. Так что за этим будущее. И Калининградская область, я говорю, это та часть, которая может с точки зрения промышленной быть поднята на самый верхний Евросоюз. Потому что кто сейчас хочет что-то вырабатывать, каких-то роботов ставить, какие-то технологии внедрять? Никто. Пусть это делал китайцы, налозиться. Ленинградская область. Те, кто в Европе, может это все сейчас замутить. И очень серьезно. Для этого нужна власть над ней. Там янтарь, янтарь и все. Нет, там янтарь и все. Там, я говорю, еще есть море, возможность использовать технологии. Огромное количество энергии со всех сторон. Она так устроена калининградской области, что со всех сторон можно. То есть Литва пытается сама себя накачать энергией в результате излишки. Куда-нибудь в Беларуси эти излишки сливать. Понятно, что есть Латвия, Эстония, там ряд Калининградской области. Польша аналогичная ситуация. И так далее. И то есть если посмотреть вокруг, то очень хорошее расположение с точки зрения Европы. Недаром Кёнигсберг процветающий город. Всегда. То есть когда была полная жопа во всей Европе, в Кёнигсберге было все классно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...